это очень нежно очень вкусно всем привет сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусной ароматной домашней выпечки готовить я буду булочки синабон но они у нас будут не совсем обычной а с тыквой и так какие продукты мне для этого понадобятся для теста мука молоко яйцо растительное масло без вкуса без запаха быстродействующие сухие дрожжи от доктор водки ванильный сахар тыква из которой я сделаю пюре сахар и соль для начинки сахар цедра одного лимона тыква сливочное масло молотая корица и немного кукурузного крахмала для заливки я буду использовать сливочный творожный сыр ванильный сахар и сахарную пудру для начала нам нужно подготовить тыкву и запечь ее в духовке поэтому сейчас очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики этот небольшой кусок тыквы нам хватит как для теста так и для начинки чтобы тыква быстрее запеклась в духовке нарезаем небольшим кубиком вот такой некрупный кубик у меня в итоге получился одну треть от общего объема тыквы выкладываем в небольшую емкость большую часть тыква мы будем использовать для начинки выкладываем в более глубокую посуду кусочек сливочного масла сверху посыпаем сахаром отправляем тыкву в разогретую духовку на 200 градусов выпекаться прошло 15 минут тыква готова протыкаем ножом она мягкая тыква в сиропе для начинки оставляем остывать тыква для теста тоже готова она стала мягкой перекладываем в чашу блендера добавляем сюда же молоко и пюрируем подготовленное жидкое пюре пока отставляем в сторону в глубокую миску просеиваем муку всыпаем соль и быстродействующие дрожжи а доктор отки они не требуют опары тесто всегда получается даже если вы готовите впервые слегка перемешиваем сюда же всыпаем сахар тыквенное пюре добавляем ванильный сахар вбиваем одно яйцо и замешиваем тесто тесто как следует вымешиваем руками постепенно подливая растительное масло тесто должно получиться не жидким и не слишком густым достаточно мягким и эластичным и накрываем полотенцем даем тесто подняться пока поднимается тесто приготовим начинку она у нас уже остыла перекладываем в чашу блендера выливаем все вместе с сиропом измельчаем вот такое гладкое пюре должно получиться выкладываем в кастрюлю снимаем цедру лимона тонкий яркий желтый слой цедру выкладываем в пюре всыпаем крахмал и корицу хорошенько перемешиваем что получилось однородная масса все получилось достаточно густая начинка очень ароматная и сладкая прошел час тесто очень хорошо поднялось можно формировать булочки посмотрите какое пышное тесто получилось увеличилась в объеме в несколько раз выкладываем на стол и хорошенько обминаем смазываем поверхность тестом маслом чтобы она не прилипала к столу и начинаем его растягивать в тонкий пласт толщина где-то 5 миллиметров растягиваем тесто от середины краям можно использовать скалку стараемся раскатать прямоугольный пласт теперь берем подготовленную начинку и размазываем по всей поверхности у вас получится тонкий слой стараемся размазать равномерно чтобы начинки хватило полностью на все тесто все начинку разровняли теперь мы сворачиваем рулет край тесто слегка защипываем чтобы рулет держал форму нож смазываем растительным маслом и нарезаем на небольшие кусочки толщиной около пяти сантиметров выкладываем на противень застеленная пергаментной бумагой если у вас пергаментная бумага не очень как у меня то лучше ее смазать растительным маслом чтобы булочки не прилипли выкладываем на расстоянии друг от друга чтобы тесто не соприкасалось оставляем булочки на расстойку в теплом месте минут на 15-20 а затем отправим в духовку прошло 15 минут тесто немного увеличилось в объеме убираем булочки выпекаться режим вверх-вниз при температуре 200 градусов пока выпекаются булочки приготовим заливку творожный сливочный сыр выкладываем в емкость побольше добавляем ванильный сахар и затем всыпаем сахарную пудру перемешиваем самое главное хорошо перемешать чтобы не было комочков чтобы сахар полностью растворился все так будет достаточно заливка готова прошло 25 минут булочки готовы они подрумянились а самое главное на весь дом стоит просто потрясающий аромат не терпится уже попробовать но прежде мы подождем пока они немного остынут станут теплыми и мы смажем заливкой только затем будем пробовать посмотрите какие они румяные красивые получились рыжие булочки с тыквой слегка остывшие булочки смазываем заливкой осталось попробовать что у меня получилось булочки еще горячие очень теплые это очень нежно ароматно вкус тыквы совсем не чувствуется даже на первый взгляд не определишь из чего они сделаны явно с начинкой чувствуется корица очень ароматно и самое главное нежно обязательно покажу сейчас как это выглядит в разрезе разрезаем и посмотрим что внутри вот так булочки выглядят внутри тесто пористая воздушная булочки невесомые очень вкусно пахнет смотрите какое желтое красивое тесто получилось обязательно попробуйте приготовить а я на этом с вами прощаюсь всем приятного аппетита до новых встреч пока а а